Упрямство ради выживания. Пять интересных фактов об ослах. Представьте себе животное, которое упорно продолжает свой путь через пустыни, где даже верблюды сдаются. Оно выносливое, смелое и упрямое, как никто другой. Речь, конечно, о скромном, но невероятно важном для человека осле. Ослы сыграли огромную роль в развитии человеческой цивилизации. Они были, простите за каламбур, рабочими лошадками в условиях, где обычным лошадям было трудно справиться. А знаменитое упрямство осла – это хитрая стратегия выживания. Сегодня мы расскажем вам пять удивительных фактов об ослах, которые перевернут ваши представления об этих стойких помощниках человечества. Люди впервые одомашнили диких ослов более 5000 лет назад в Египте и Месопотамии. В пустынных местах у ослов было огромное преимущество по сравнению с лошадьми. Ослы были идеально адаптированы к условиям очень сухого климата. В отличие от более крупных копытных, осел спокойно переносит лишения, может долго обходиться без корма и воды. Да и лошади в этих краях появились позже. Впервые они были одомашнены на территории современного Казахстана. Причем одомашнили их сперва не для верховой езды и перевозки грузов, а для молока и мяса. Ослы же долгое время играли ключевую роль как важное вьючное животное и помощник человека у первых цивилизаций. Ослы потрясающе выносливы. Они способны спокойно и долго вести груз до 65% от веса собственного тела. Для сравнения, лошадь без ущерба для здоровья несет груз на уровне 20% от собственного веса. Ослиный рев выполняет важную функцию. Так ослы переговариваются друг с другом в пустыне. Они слышат друг друга за несколько километров и подают таким образом знаки. А большие уши помогают этот рев услышать. Также большие уши выполняют важную функцию для пустыни – помогают быстрее охладиться. Знаменитое упрямство осла возникло от ума. Ослы тонко чувствуют грани своих возможностей. И если им кажется, что их нагружают непосильными задачами, которые могут угрожать их здоровью, то ослы начинают упрямиться. Еще один важный плюс осликам – они редко паникуют. В отличие от лошадей, которые могут легко впасть в панику при приближении врага или непонятных звуках, ослы сохраняют хладнокровие и анализируют ситуацию. У ослов есть чувство юмора. Да, они копируют поведение других животных просто ради развлечения. В долгой дороге с ними не соскучишься. Это ослица из кавказской пленницы. И это из девятой роты. Одна и та же. А ведь между фильмами прошло 39 лет. Ослицу звали Люся. Она жила в зоопарке Ялты. Съемочной группе девятой роты потребовался осел, который не боялся бы камеры и не ревел. И ялтинский зоопарк сразу предложил им ослицу Люсю, которая прошла проверку временем и кинематографом. Ослы живут по меркам домашних животных довольно долго – 30-40 лет. При хорошем уходе отдельные особи доживают до 60 лет. Ослица Люся – одна из таких долгожителей. Она дожила до 59 лет.